Ньюз Тайм на канале Бридж Ти Ви В этом выпуске. Громкое возвращение 12 лет спустя. Группа Блёр прервала молчание, вдохновившись Гонконгом и выпустив новый альбом. Организаторы культовой премии Грэмми раскрыли секрет создания заветной для мировых звезд статуэтки, а также как проведут это лето британские электрончики из группы Рудиментал и многое другое. Что получится, если взять главные мировые поп-хиты и облачить их в звучание старого доброго рок-н-ролла? Ответ на этот вопрос знают парни из группы The Baseballs. Недавно команда уже в третий раз приехала в Россию и перед выходом на сцену дала интервью каналу Бридж Ти Ви. Немецкая триоза Baseballs прославилась на весь мир 6 лет назад, когда вышло видео Umbrella, ремейк хита Арианы, исполненный парнями в рок-н-ролльном ключе. С тех пор группа перепела не один мировой хит, выпустив 5 альбомов и собрав многомиллионные просмотры. Хотя перепевать хиты не такая простая работа. Не каждую песню легко вот так взять и переложить на рок-н-ролл. Иногда мы делаем 4 или 5 разных версий. Парни в самом деле выдерживают свой стиль до мелочей, вплоть до причесок. Если у меня благоприятный день для волос, то мне хватает минут 5, чтобы уложиться. Я использую специальную помаду для волос. Это средство из 50-х, сам Элвис ей пользовался. Сейчас The Baseballs пишут свой шестой альбом, на котором, кстати, как и на предыдущем, должны появиться не только ремейки, но и собственные песни группы. У нас все началось именно с перепевок, и мы благодарны песне Umbrella и Rianne. Ну, за то, что она вообще родилась и все такое. Но, думаю, мы еще запишем и свои песни. Правда, пока с новым альбомом еще ничего не ясно. Куда яснее оказался теплый прием сталичных фэнов. Предыдущий приезд The Baseballs состоялся ровно год назад. И, вероятно, колоритное трио не намерено сбавлять обороты. Как и для группы The Baseballs, следовать стилю является важным и для других мировых знаменитостей. Недавно в Нью-Йорке состоялся бал Мэтт Галла, где перед сотнями фотокамер блеснули зарубежные звезды. Где еще главным модникам среди мировых звезд показать себя и посмотреть на других, если не на вечере Мэтт Галла? Так что в этом году не обошлось без скопления селебритис и ажиотажа. Здесь очень много известных людей. Жду, когда все наконец начнется. Не могу дождаться, когда увижу Рианну. Для меня большая честь быть частью этой индустрии. Мы с моим мужем гордимся тем, что модные журналы уделяют нам внимание. Ждешь сегодня чего-то невероятного? Да. Ждешь крутую вечеринку? Думаю, она сегодня точно состоится. Я сама работала над этим плащом с логотипом моего альбома. Кто-то из поп-звезд решил прийти вместе с героями подиумом. Например, Леди Гага с Александром Веном. А столь ожидаемая Рианна стала главной героиней вечера благодаря своему наряду. Это платье – это какое-то чудо. Я увидела этот дизайн в интернете. Я долго искала. Оно сделано китайским кутюрье. За свой эпатаж барбадовская звезда вновь оплатилась, став героиней издевательских интернет-мемов. Ну а пощеголять в нарядах удалось всем пришедшим героям, лишь бы наши звезды не забывали и про музыку. Британская электронная команда Рудиментл в предвкушении жаркого лета. Во-первых, парни выпускают новый сингл «Never Let You Go», а с середины мая отправляются в мировой тур, который продлится до осени. Мы – полностью живая группа. На сцене нас 9 человек. Это особенный опыт, и мы хотим вернуть ту энергию, которая была у Джеймса Брауна. Оценить энергию Рудиментл смогут и столичные ценители электронной музыки. Команда станет хедлайнером музыкального фестиваля, который пройдет 23 и 24 мая в Саду Эрмитаж. Также в планах парней отыграть в Нью-Йорке, на Ибице, в Париже и еще не в одном десятке городов. Мы очень много работали. За последние пару лет мы дали невероятное число концертов. Друзья, вы смотрите канал Бридж ТВ, и мы продолжаем наши музыкальные новости. Далеко не каждой команде по плечу вернуться после 12 лет перерыва и взлететь на вершины чартов. Со столь непростой задачей недавно справилась культовая британская команда Блёр. Предыдущий альбом парней вышел в далеком 2003-м. Ну а новая пластинка получила название The Magic Whip. Если мы вчетвером собираемся в одной комнате, то может родиться очень неплохая музыка. Вообще была очень маленькая вероятность того, что мы засядем вместе в студии. Британцы Блёр – команда с 26-летней историей. Парни навели шума на рок-сцене еще в начале 90-х, в том числе и прогремев с хитом Song 2. Ну а последний альбом команды вышел в далеком 2003-м году. И спустя более десятилетия легендарный и суперуспешный квартет вновь в строю. Новый альбом The Magic Whip не только пришелся по вкусу фэнам, но и взлетел на первые строчки британских чартов. Ну а записывался вдали от родной Англии. Мы оказываемся в Гонконге, и у нас есть пять дней. Это одно из самых удивительных мест, потому что все там движется так быстро, а потом вдруг внезапно замедляется, и тут начинается самое интересное. The Magic Whip стал шестым альбомом группы Blur, взлетевшим на вершины чартов. Так что британских рокеров можно смело поздравить с успешным возвращением. Светская львица Пэрис Хилтон возвращается на сцену. Недавно прошли съемки свежего клипа High Off My Love. Пэрис, кстати, давненько не была столь активна на музыкальном поприще. Предыдущая пластинка вышла аж 9 лет назад. Ну а новая выйдет на лейбле рэпера Бордмана Cash Money. Мы отлично проводим время вместе. Мне нравится быть частью команды. Я хочу, чтобы люди слушали музыку и наслаждались ей. И танцевали под нее. Про это и мои песни. Новое видео станет третьим синглом в поддержку грядущего альбома Пэрис Хилтон. Я знаю, как надо веселиться и как зарабатывать. Это то, чем мы занимаемся. 57-я музыкальная премия Грэмми прошла уже несколько месяцев назад. Но ажиотаж вокруг одной из самых авторитетных наград, и в частности заветной статуэтки в форме граммофона не затихает. Недавно создатели раскрыли секрет создания столь культового символа. Основа погружается на несколько минут в специальный раствор, после чего через нее проводят электрический ток. Погружение в раствор с никелем сделает блеск ярче, а затем финальное покрытие 24-каратным золотом. Затем символ крепится на подставку, и вот после 15 часов работы мастера статуэтка Грэмми готова к вручению. Ну а чтобы сразиться за престижные музыкальные премии, мировые звезды продолжают записывать новые альбомы, как, например, знаменитый боснийский певец Горан Брегович, который недавно и рассказал Бридж ТВ о своем грядущем альбоме. Здравствуйте, я Бридж ТВ, я Горан Брегович. Именитый боснийский певец Горан Брегович привык как регулярно радовать своих российских поклонников концертами, так и продуктивно работать на студии. Сейчас маэстро записывает сразу несколько пластинок. Предыдущий альбом вышел три года назад, ну а новинка уже не за горами. Мой новый альбом называется «Три письма из Сараева», и он записан в трех жанрах, посвященных разным национальностям. Будут как традиционные песенные формы, так и сложные структуры. В конце мая маэстро планирует в очередной раз заглянуть в столицу, где, будьте уверены, выложится на все сто. Когда ты молод, ты мало задумываешься, ты просто идешь и играешь. Но с годами ты понимаешь, что жизнь коротка, и люди из этой короткой жизни дают тебе всего-навсего два часа на сцене, и эти два часа ты должен быть хорош. В общем, в профессионализме маэстро сомневаться не приходится. И на сегодня это все музыкальные новости. Меня зовут Андрей Галтеев. Вы смотрели программу Ньюз Тайм на канале Бридж Ти Ви. Пока.